Субтитры делал DimaTorzok Тут на днях появилась информация, где издание Kiev Independent пишет, что 28 марта 2024 взяло интервью у министра обороны Швеции Пола Йонсона, во время которого обсуждалась также тема «Джаз-39 Гриппен для ВСУ». Глава шведского Минобороны сказал в частности, что возможность поставки Гриппенов в Украину не исключается. Но теперь оказывается, что история с «Джаз-39 Гриппен» для ВСУ теперь вписана в общий контекст работы истребительной коалиции, приоритетом которой сейчас являются имена F-16 для защиты украинского неба. Тем более, что сама Швеция также является участником этой коалиции. Кроме того, Пол Йонсон подчеркнул журналистам, что сейчас важно решить проблему с боеприпасами для ВСУ. Над чем в частности работает и норвежско-финская компания «Нома», имеющая производственные мощности на территории Швеции. Из всего вышеизложенного следует, что на скорость решения «Поджаз-39 Гриппен» для ВСУ могут влиять два главных фактора. Скорость передачи овладения F-16 и скорость решения проблемы с боеприпасами для украинской армии. Короче, друзья, если перефразировать министра, то он приблизительно сказал что-то типа «не нужны вам Гриппены, а нужны боеприпасы». Вон пусть F-16 другие дают. Нет, конечно боеприпасы очень нужны и в конце концов Швеция нам ничего не должна и просто оказывает нам помощь. Но вы понимаете разницу полезного действия на поле боя между пусть даже тысячей снарядов и таким самолетом? Поэтому друзья, для тех кто не подписан на канал подписываемся, жмем колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео и ставим лайк. Ну и помогаем каналу либо на патреоне, либо спонсорством, либо на кофе. Будет вам как мы любим иногда говорить за четище и плюсок в карму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!